Итак, здравствуйте! Сегодня я расскажу, собственно, ту механику сокровища, на которой мы будем зарабатывать деньги. Это действительно простая система. Не буду вас обманывать, то есть я никакие курсы не покупал автоматического зарплата, кнопки бабло и каких-то других систем. Я этому учился, собственно, сам. У меня это ушло на все это где-то 6-7 лет. Я очень давно этим занимаюсь, мне это всегда было интересно, зарабатывать в интернете исключительно, то есть не заниматься какой-то наемной работой, а именно пытаться находить заработки в интернете и учиться им зарабатывать. То есть я и делал сайты, и настраивал рекламу, и много-много-много. То есть потратила 6-7 лет, чтобы получить какие-то навыки, полностью профессионалом стать в интернет-заработке. И придумал эту систему я буквально за один час и обучил своих друзей, своих знакомых. И многие мне говорили спасибо, не то что многие, мне все сказали спасибо, то что они действительно помалу-помаленьку начали уже хорошо зарабатывать. Один из моих учеников просто меня действительно удивил, потому что он мне показал, как эту систему можно полностью автоматизировать. То есть без вашего участия, то есть фактически ты настраиваешь эту систему всего один раз, буквально 1-2 часа ты ее настраиваешь, и потом она у тебя работает полностью автоматически. Это действительно фантастически, но это действительно так. Ну ничего тут не поделаешь, так оно и есть. Итак, давайте, собственно, приступим. Итак, сейчас вы видите на экране небольшой мейнмап, точнее вы видите только одну часть мейнмапа этого, и здесь написано бюджет. Да, для этой системы она требует бюджет, то есть она требует бюджет, и она требует 1000 рублей. То есть на начале она требует 1000 рублей, и это не такая большая сумма, как могла бы показаться, но это всего лишь 1000 рублей. Сейчас я вам объясню, почему вообще она зачем нужна. То есть эта 1000 рублей у нас идет на два источника. Она идет на рекламу в Яндексе, и она идет на рекламу ВКонтакте. Собственно, вам не нужно будет настраивать рекламу в Яндексе и ВКонтакте, потому что и там, и там будут шаблоны, которые вы просто загружаете в личный кабинет. Как регистрируется в личном кабинете, я тоже рассказываю, это буквально 5 минут происходит. Загружаете шаблон рекламной кампании, вам ничего не нужно менять. Собственно, сам урок, по-моему, длится, насколько я помню, около 5 минут, и это действительно просто. Вам ничего не нужно будет делать, кроме как в одном файле поменять ссылки, и все. Ну, то есть вам настраивать ничего вручную не нужно, потому что все уже настроено за вас, и все файлы прикреплены к этим урокам. Что мы дальше делаем? Дальше мы раскрываем вот этот вот, откуда, собственно, люди идут через рекламу в Яндексе и через рекламу ВКонтакте. Они идут на три статьи. Три статьи. Это три статьи про заработок в интернет. Одна это про способы заработка в интернет, что бывают там реальные способы и бывают лохотроны. Вторая статья, точнее, это обобщенная такая статья. И третья статья это сторителлинг про одну девочку, которую, собственно, я ее знаю, которая зарабатывает уже давным-давно в интернете, и зарабатывает очень достаточно много, и там ее, собственно, путь к этому заработку. И очень хорошая история, очень эмоциональная. И каждая из этих статей, она призывает человека подписаться на рассылку. Только рассылку не на почте, как это обычно делают, а именно подписка ВКонтакте будет. То есть человеку ежесекундно, ежеминутно будут приходить сообщения, которые ему будут запрограммированы, чтобы они приходили в то или иное время. Итак, после того, как человек, допустим, подписался, давайте сразу я объясню в том, что бюджет у нас 1000 рублей, в самом начале была, мы ее положили. Здесь статистика такая, что стоимость одного посетителя будет, это 5 рублей. То есть рекламная кампания так настроена, что будет стоимость посетителя одного стоить 5 рублей. Окей, соответственно, мы получаем 200 посетителей. То есть, ну, собственно, 1000 мы делим на 5, получаем 200. Если у меня все с математикой нормально, то мы именно так и получаем. И, соответственно, мы получаем 200 посетителей на наши статьи. То есть они будут абсолютно рандомно распределяться. Кто может быть 20 на первую, 50 на вторую и все остальное на третью. Может быть все поровну. То есть это Яндекс сам будет решать, насколько все это эффективно будет и куда распределять. Далее, соответственно, мы видим, что подписка на рассылку ВКонтакте с обзорами способа заработка в интернете. То есть человек попадает, посетя нашу статью, он подписывается на нашу рассылку. Это в среднем статистика, если раскроем, соотношение людей, прочитавших статью, подписчиков, это 30%. Соответственно, из 200 посетителей, которые были на статьях, подписываются в среднем где-то 70 человек. То есть за 1000 рублей мы получаем 70 подписчиков. Это очень хорошая статистика. Давайте идем дальше, собственно. Раскрываем дальше. Человеку после того, как он подписывается, в личные сообщения ВКонтакте приходит приветственный весьма. Там, добрый день, вы попали там на систему. Ну, то есть вы будете получать теперь ежедневно обзоры заработок в интернете, там, на чем вы хотите зарабатывать. И различная цепочка писем будет, собственно, в курсе про это. Я рассказываю, как и как каждое письмо, и какой курс, допустим, взять, чтобы его продвигать, чтобы на нем зарабатывать. Собственно, сама цепочка будет состоять из... Давайте посмотрим, из чего. Сама цепочка будет состоять из обзоров на заработки. То есть там всякий арбитраж, заработок на рекламе, заработок на создание сайтов и подобное, подобное, подобное. То есть мы человеку ничего не продаем, мы делаем просто обзор. Вот там, здравствуйте, Мария Ивановна, вот есть очень интересный, допустим, заработок в интернете. Это арбитраж трафика, то есть вы ведете трафик, и то, что по вашему трафику, допустим, откуда-то человек купил тот или иной товар, вы получаете процент с продажи. То есть вот то, что, собственно, я сейчас рассказываю, это механика вот такая. Потом второе сообщение человеку приходит через несколько часов, напоминание о том, что там, Мария Ивановна, вы не забыли про то, что существует вот такой вот заработок в интернете, и там какую-нибудь, может быть, скидочку, либо какие-нибудь отзывы дослать, чтобы человек, то есть окончательно уже принял решение, а меньше всего думал. Соответственно, проходит один день, человек приходит второй обзор заработка. Может быть, он не сообразил, может быть, ему не понравился, допустим, арбитраж трафика, он хочет зарабатывать на что-нибудь другом. И ему приходят сообщения про, допустим, заработок на картинках, заработок на баннерах, на дизайне баннеров, и он то же самое читает. То есть везде в каждом из этих письме содержится ссылка реферальная ваша партнерская, после которой, если человек переходит и покупает, вы получаете свою денежку. И, соответственно, так происходит каждый день. То есть каждый день по паре писем человеку приходят до тех пор, пока он там что-нибудь не купит. И так вот, видите, там первый день, первый заработок, второй день, второй заработок, третий, третий заработок, третий день, четвертый день, четвертый и так далее, и так до бесконечности. Что, собственно, происходит дальше? Давайте посчитаем уже наглядно, как это все выглядит. Если мы, допустим, с каждой оплаты получаем, оплата равняется там в среднем полторы тысячи рублей, то есть, вот допустим, вот отсюда человек пришел, сконвертился, допустим, там в первый же день, купил у нас по нашему обзору какой-нибудь курс, либо какой-то метод заработка, мы получили за него полторы тысячи рублей. Соответственно, конверсия, обычная конверсия из человека, который зашел и идет по вот этой цепочке, в среднем это 5%. То есть, не очень высокий процент конверсии, но это 5%. То есть, из 70 человек, которых мы получили за тысячу рублей, мы получаем 3,5 продажи. Соответственно, мы получаем таких, ни много ни мало, это 4,5 тысячи рублей. То есть, в среднем мы получаем 4,5 тысячи рублей на одну тысячу рублей. Соответственно, вся эта денежка нам падает на счет в партнерской системе, той, которой я буду рассказывать. То есть, это система Glopart, то есть, будет ваш счет в Glopart, то есть, оплата идет, так, сейчас, секундочку. Оплата идет вот отсюда в счет Glopart, причем здесь в Glopart есть такая система, как автовывод. Вот автовывод можно сделать абсолютно просто, то есть, после того, как человек оплачивает, через 3 дня, после того, как, если товар не возвращают, он автоматически переводится вам на карту. То есть, оплата, вот эти 4,5 тысячи рублей с трех оплат, будет переведена вам на карту. То есть, банковская карта. И после того, то есть, мы вот здесь делаем вот так вот, здесь мы пишем, что это автовывод. То есть, фактически, как только мы все вот это настроили с вами, запустили и там положили тысячу рублей в самом начале на бюджет, мы прогнали. Здесь мы получили 200 посещений, здесь мы получили 70 подписчиков, здесь мы получили 3 продажи. 3 продажи нам принесли по полторы тысячи рублей, соответственно, 4,5 тысячи рублей. Соответственно, мы на выходе вот здесь вот получаем 4,5 тысячи рублей, то есть, мы имели, допустим, с вами тысячу рублей, тысячу рублей бюджет, мы ее потратили и получили 4,5 тысячи рублей. И как бы на этом как бы система заканчивается и нужно снова докладывать, допустим, на бюджет, чтобы получить еще больше денег. То есть, тысячу рублей вкладываешь, 4,5 тысячи рублей получаешь. Система достаточно простая, но один из моих учеников просто вынес, можно сказать, мне мозг и он сказал, а зачем самому докладывать? Просто вот он говорил, зачем, в принципе, брать банковскую карту и снова пополнять рекламный бюджет, допустим, в Яндексе, если можно настроить автоплатеж. Представляете, то есть, вы нас можно в личном кабинете, в Сбербанке, ВТБ банке, Альфа банке, Тинькофф банке, неважно где, можно настроить автоплатеж, который будет происходить каждый день. То есть, у вас вот вывелось, допустим, 4,5 тысячи рублей, вы делаете автоплатеж на счет Яндекса и у вас автоматически, то есть, вот отсюда опять пополняется бюджет. То есть, мы пишем, что здесь автоплатеж с карты. Что это такое? Это на самом деле безумно крутая вещь, потому что это реально получается автоматическая система, то есть, ваше присутствие больше не нуждается. Смотрите, какая история получается. То есть, допустим, у вас банковская карта, вы положили, допустим, вы получили 4,5 тысячи рублей, мы вычитаем тысячу рублей снова на бюджет, это автоплатеж, вот это автоплатеж. Автоплатеж, мы пишем автоплатеж, получается, равняется у нас 3,5 тысячи рублей на выходе. То есть, у нас на карте остается 3,5 тысячи рублей. На следующий день, на следующий день мы снова заводим тысячу рублей, на выходе опять получаем 4,5 тысячи рублей. Ну и, соответственно, на следующий день у нас автоплатеж опять снимается, и у нас получается опять на выходе, опять на выходе у нас получается уже 3,5 тысячи рублей. И мы плюсуем 3,5 тысячи рублей с предыдущими 3,5 тысячами рублями, у нас получается 7 тысяч рублей. Соответственно, у нас в день получается 3,5 тысячи рублей. Ваше участие здесь нужно только для того, только для того, вдумайтесь, чтобы менять сумму автоплатежа. То есть, допустим, если у вас на 1000 рублей приходят чистыми за вычетом следующего дня 3500 рублей, вы можете увеличить в два раза, допустим, автоплатеж, чтобы тратилось в день 2000 рублей, а не 1000, то у вас получается в день 7000 рублей. И эта схема, она рабочая, поскольку я ее придумал и сначала сам потестил, у меня получилось. Я стал увеличивать, увеличивать бюджет, и оно получалось. То есть, самое удивительное то, что когда я начал рассказывать другу про это, он сказал то, что что-то он не верит, типа я брешу или что-то такое, и я ему объясняю, что вот такая вот система есть. На деле ему очень понравилась сама схема, я сел с ним, мы с ним вместе настроили, и он тоже теперь зарабатывает автоматически, а другой мой знакомый как раз вот уже сказал про зачем мне делать постоянное пополнение с карты, если можно настроить автоплатеж, и это мне реально взорвало мозг, потому что это действительно, мать его, автоматическая система заработка. Все, на этом я, в принципе, заканчиваю. Мы уже с следующего урока начинаем все это реализовать, всю вот эту схему, которую я здесь сделал. Мы будем ее реализовать, это достаточно все просто. И все, всех жду на курсе, открываем следующий урок. До свидания.